Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский в ходе очередного заседания администрации оценил внешний вид Наринмара с точки зрения огромного количества всевозможных заборов, а также раскритиковал новую схему движения на Т-образном перекрестке улиц Первомайская и Ленина. Он отметил, что город становится некомфортным для его жителей и поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой. Необходимость и целесообразность обустройства ограждений вдоль дорог, которые в последнее время заполонили практически весь город, поставил под сомнение глава Ненецкого округа Александр Цибульский на очередном заседании администрации, которое состоялось накануне в Наринмаре. В пример борьбы с бесполезными ограждениями он поставил мэрию города Москва. Было решение мэрии Москвы. И больше в Москве нет ни одного забора. Расскажите мне, как у них это получилось, почему у нас это невозможно сделать. Почему город превращаем в какую-то клетку? Заборы, к несчастью, это вопрос, который определен в ГОСТах и правилах дорожного движения в том числе. И мы понимаем, что в некоторых случаях есть определенные допуски. Но тут, как мы с вами говорили, был объезд коллегиальный. К этому вопросу нужно подходить комплексно. Губернатор отметил, что многочисленные заборы – это лишняя трата бюджетных средств. Ограждения затрудняют уборку улиц от снега, а весной приходится их восстанавливать после повреждения снегоуборочной техникой. Он дал поручение ответственным лицам разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения этой городской проблемы. Вы пересчитайте на деньги, которые мы тратим на изготовление, строительство, установку и дальнейшее обслуживание этих ограждений, и пересчитайте на количество штрафов, которые нам могут выписывать за это. Может, это дешевле? Еще одна общегородская проблема, которую обсудили на заседании – светофор на Т-образном перекрестке. Из-за искусственно созданной дорожной проблемы Наринмар погрузился в бесконечные пробки. Автомобилисты неоднократно ставили этот вопрос и перед собранием депутатов Ненецкого округа. Депутаты, в свою очередь, привлекли к рассмотрению данного вопроса прокуратуру Ненецкого округа и ГИБДД. Мы пока занимаемся только констатацией. Не более того, мне кажется, та поездка, которая проходила в пятницу с привлечением ГИБДД, прокуратуры, мы хотели бы, чтобы там были, наверное, Роспотребнадзоры или Транспортная прокуратура, но мы готовы со всеми сотрудничать. Вопрос заключается в том, что у нас пока вся эта тема усугубляется. Мы только занимаемся тем, что фиксируем, но противодействовать, к сожалению, не можем. Губернатор дал поручение профильному департаменту заняться решением проблемы незамедлительно. Срочно звоните в Росавтодор, если надо, я Костюку позвоню. И скажите, мы сегодня выключаем свой светофор. У нас можно за 10 минут пройти пешком, 30 минут стоят, вот так вот, от аэропорта и до поселка Искатели пробка ставит. И в заключение глава региона обязал всех собравшихся внимательно относиться к общегородским проблемам. Ну, понимаете, коллеги, мы же живем здесь, и наша задача, чтобы наши жители и мы с вами получали комфортные условия. Если мы видим, что какие-то вещи противоречат здравому смыслу в наших условиях, надо это доказывать. Решить эти проблемы губернатор поручил в кратчайшие сроки. Ольга Руслова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.